Изобрести способ доставлять сообщения без проводов быстро и качественно люди пытались давно. В 1888 году Генрих Герц опубликовал результаты своих опытов с излучателем электромагнитных волн, и ученые всего мира ринулись в бой, пытаясь усовершенствовать процесс. В России этим занимался Александр Попов. Итогом его кропотливой работы стало изобретение сначала первой в мире антенны для беспроводной связи, а после и первого радиоприемника. Свой прибор изобретатель продемонстрировал 7 мая 1895 года. На заседании Русского физико-химического общества. С тех пор за этой даты закрепился статус дня рождения радио. Через несколько минут он начнет передавать сигналы, которые будут приняты в этой аудитории и записаны на телеграфной ленте. Простите, велико ли расстояние до химической лаборатории? 126 саженей. Сегодня радиотехнологии получили столь широкое распространение, что появился целый социальный пласт. Они не стесняются и называют себя просто, но броско. Радиолюбители. Во Владивостоке тоже есть радиоклуб, а его участники – не только взрослые и опытные радисты. В кружок приходят школьники и студенты, чтобы погрузиться в мир герц, частот и помех. Сейчас нам сложно в современном мире уже представить что-либо без радио, потому что все, что нас окружает – обмен информацией, получение информации, средства коммуникации – это все идет с использованием тех открытий, которые сделал Александр Сергеевич Попов именно с радио. Благодаря радио мы принимаем информацию, обмениваемся с коллегами, пользуемся сотовыми телефонами. И в настоящее время просто трудно представить, как можно обойти без таких современных средств коммуникации. Для любительских радиостанций существует специальный регламент. Им разрешено вещать в особом диапазоне, который называется гражданским. Дело в том, что на других длинных радиоволн работают самолеты, полиция, военные и многие другие службы. Если бы не было подобных правил, в радиоэфире творился бы настоящий хаос. Каким образом происходит работа любительской радиостанции? Для этого необходимо встать на отведенный участок диапазона для того или иного вида модуляции. Выберем чистоту свободную. Мы слышим, что в эфире появилась радиолюбительская станция, обменивается с коллегой информацией. Александр Попов хоть и был первым, кто представил радиоприемник, но в некоторых государствах это до сих пор не признается. Всему виной гласность. Во время своего доклада Попов был связан обязательством о неразглашении, под которое подпадала его работа в тогдашней Российской империи. Однако профессиональный радиоведущий Владивостока рьяно защищает честь изобретателя даже спустя столько лет. Хватит воровать наше изобретение. Радио – это наше. Кроме шуток, несмотря на различные мнения в разных странах мира, факт остается фактом. Александр Попов был первым, кто продемонстрировал миру данную технологию. И этому есть документальные подтверждения. Однако как бы удивился великий русский изобретатель, если бы узнал, как больше чем через сто лет будут работать радиоведущие. Жизнь современного радиоведущего облегчена настолько, что это просто космос какой-то. Техника настолько усовершенствовала, что если раньше нужно было пленки отматывать, бобины, диски, мини-диски, и все это обладать, иметь восемь рук для того, чтобы все это срастить. Несмотря на то, что радио – дело серьезное, здесь находится место и творчеству, и интерактиву. Так, на радио Ви-Би-Си сегодня большой популярностью пользуются шоу «Экватор» и «Сестренки». В одном ведущие общаются в прямом эфире с приглашенными гостями, тогда как в другом разыгрывают призы и делают конкурсы для всех заинтересованных радиослушателей. В целом радио и по сей день остается удобным и популярным средством получения информации, особенно для автолюбителей. А развитие интернета сделало его доступным на любом домашнем компьютере и даже смартфоне. Евгений Черемухин, Игорь Болтов. Новости на восьмом.